В эфире программа подробностей. У нас в гостях сегодня заместитель и руководитель управления Роспотребнадзора по Рязанской области Ирина Акимова. Мы говорим о безопасности питьевой воды в регионе. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какова жесткость воды в Рязани? В городе Рязани регистрируется незначительное превышение по жесткости. Это связано, прежде всего, с тем, что в некоторых районах доля артезианской воды преобладает, чем в других районах. Где-то около 40% в целом по городу Рязани идет доля артезианской воды. А в основном жесткость идет за счет того, что вода идет исходная из подземных водоносных горизонтов. Но все-таки вода не превышает установки этнические нормативы, допустимые. Мы можем наблюдать, что периодически вода из-под крана желтого цвета. С чем это связано? Во-первых, нужно установить причину, с чем это связано. Для этого нужно провести лабораторное исследование и определить, где это. Из-под крана потребителей идет желтая вода. Либо это до входа в жилой дом вода уже идет несоответствующие требования. Можно предположить, что проводились какие-то лимонные работы. Может быть, проводились замены труб. Поэтому в каждом конкретном случае нужно в первую очередь провести лабораторное исследование. Определить показатели, какие превышают гигиенические нормативы. И потом уже искать источник и причину. Где такие исследования можно провести? Исследования можно провести в любой аккредитов... Это если касается любого гражданина. Он может заказать эти исследования в любой аккредитованной лаборатории города Рязани. Которая использует метрологические тестованные методики. Ну а Управление Роспотребнадзора в порядке государственного надзора осуществляет все исследования на базе Центра генопедемиологии в Рязанской области. Это платно или бесплатно? То, что... Не знаю, что это другостоящее достаточно услугу, да, если не в Роспотребнадзоре осуществлять... Нет, ну, везде, наверное, цены приблизительно одинаковые. Дело в том, что просто если вы в частном порядке пробурили скважину и хотите узнать, какое качество воды у вас идет, то, конечно, наверное, провести... Если полный анализ, то это не маленькие, наверное, будут деньги. А если это в порядке жалобы, то все эти исследования проводятся бесплатно, конечно, для жителей. И как в настоящее время в угласном центре происходит очистка воды? Очистка проводится традиционным способом. Используется двухступенчатая система очистки с использованием отстойников, скорых фильтров. Кроме того, в качестве обеззараживания используется метод двойного хлорирования, когда гипохлорид натрия вводится до начала очистки и после начала очистки. Тем самым, ну, как бы, гарантирую... Вода после очистки поступает в сеть гарантированного качества. Вот насколько эти реагенты, с помощью которых воду очищают, они безопасны? Они, конечно, безопасны. На каждый реагент представляются соответствующие документы, которые подтверждают их безопасность и качество. Без этого реагенты просто не используются. И насколько безопасны обычные фильтры, с помощью которых в домашних условиях мы очищаем воду? Ну, если фильтры, которые приобретаются, и на них есть соответствующие документы, свидетельство о госрегистрации и сертификат качества, то этих документов достаточно для того, чтобы сказать, что данный фильтр соответствует всем требованиям, которые предъявляются законодательством. Поэтому его можно использовать. Другое дело, что нужно придерживаться паспорта на фильтр и своевременно менять картриджи, чтобы не получилось обратного эффекта, когда идет накопление загрязнения, и вы получаете воду не гарантированного качества, а еще хуже, чем она была исходной. Вот вы, как специалист, какую рекомендуете воду употреблять? Хорошую. Из-под крана? Вообще вода, которая, конечно, идет из-под крана, она соответствует требованиям санитарных норм и правил. Но гарантировать каждому человеку в любом доме, что вода в данный момент соответствует всем требованиям, такую гарантию, конечно, никто не даст. Потому что не секрет, что загрязнение зачастую идет при транспортировке потребителей. Произошла какая-то аварийная ситуация, это тоже может повлиять на качество воды. Поэтому, что касается родников, тоже не советовала, особенно в паводковый период, пить воду из родников, и тем более не прокипятив эту воду. Хотя почему-то в среде населения бытует такое мнение, что вода из родников, она более чистая. Мы, как потребители, привыкли как оценивать воду. Если вода без вкус, без такая прозрачная на цвет, без примесей, без запаха, то мы считаем, что она пригодна для питья и лучше, чем из-под крана. Но это не всегда зачастую так, потому что вода должна быть в первую очередь безопасна в микробиологическом отношении. А это можно только определить, проведя соответствующее исследование воды. Поэтому в паводковый период вода может техногенно загрязняться. То есть родники никто не контролирует, правильно? Родник не контролируется в порядке госнадзора, потому что это не является единственным источником доснабжения. Если предположить такую ситуацию, что в населенном пункте, в какой-нибудь деревне, родник является единственным источником доснабжения, конечно, тогда мы воду контролируем в порядке госнадзора. Но у нас чаще всего есть и централизованные источники доснабжения, это артезианские скважины с разводящей сетью, либо нецентрализованные колодцы, которые благоустроены по санитарным правилам, за которым ведется контроль, очистка, обеззараживание в установленной сроке. Какие требования к колодцам применяются в населенных пунктах? Вода, во-первых, должна быть такая же, как и идет вода у нас из-под крана. Требования одни и те же. Вода должна быть питьевого качества. А требования... Есть определенные санитарные нормы правил, которые регламентируют и требования к оборудованию этого колодца, и чтобы не было загрязнений вокруг в пределах 50 метров в радиусе от этого колодца. Требования два раза в год проводить обеззараживание воды и очистку воды, вернее, очистку колодца. Ну и контролировать воду, конечно. Если отвлечься от темы контроля за водой, вот сейчас многие... модно сейчас пить дистиллированную воду. Вот что Вы скажете по этому поводу? Ну, вода – это тот же продукт, с который мы получаем микроэлементы. Поэтому пить дистиллированную воду – это просто небезопасно даже для здоровья. Потому что основное количество микроэлементов, необходимых для нашего организма, мы, конечно, получаем с водой. Пить дистиллированную воду – это просто небезопасно для здоровья. Расскажите, пожалуйста, как осуществляется производственная контроль воды? Ну, во-первых, производственная контроль осуществляет МПВД Канал города Рязани. У них разработана программа, которая согласована с управлением Роспотребнадзора по Рязанской области. Кроме того, осуществляется федеральный государственный надзор, который в период паводка, кратность его увеличивается. У нас более 10 точек мониторинговых по городу Рязани есть, в которых мы отбираем еженедельно воду, исследуем, мониторируем ситуацию с качеством воды и в случае необходимости тогда уже принимаем соответствующие меры. То есть, если есть сигнал о том, что вода ухудшается и в источнике, то есть непосредственно в реке Оке, то это будет поводом для того, чтобы принять какие-то дополнительные меры, в том числе со стороны водоканала, для того, чтобы провести очистку обеззараживания воды. Ну а производственный контроль вообще по законодательству осуществляет владельцы водопроводных сооружений. То есть, на чём балансе находятся водопроводные сооружения, тот и должен осуществлять производственный контроль. Но в любом случае, программа производственного контроля, она должна согласовываться с нами. По санитарным правилам определены показатели, которые обязательно нужно контролировать. Но мы можем увеличивать и кратность производственного контроля, я имею в виду управление распотребнодзора, при соответствующей ситуации, когда будет у нас достаточно оснований. И можем увеличивать и количество ингредиентов, которые необходимо исследовать. Это будет зависеть от того, какая исходная вода поступает и какова ситуация в том или ином районе области. Что касается бутилированной воды, то по законодательству за качество бутилированной воды отвечает производитель. И естественно, вода как продукт должна поступать на потребительский рынок только безопасно и только соответствующим всем требованиям. Но допустить, что вся вода соответствует требованиям и производитель полностью выполняет законодательство, мы можем только это проверить при проведении проверок. Ну, знаете, сейчас объявлены каникулы для малого бизнеса, поэтому плановом порядке проверки в отношении индивидуальных предпринимателей они не проводятся. И оснований для выхода, это только в настоящее время являются жалобы или обращения граждан на некачественную воду. Но в последнее время таких обращений на бутилированную воду, которая не соответствовала, по мнению потребителя, каким-то требованиям, к нам не поступало. Поэтому оснований для проведения внеплановых проверок в последнее время не было. А вообще много ли жалоб у рюзанцев на качество питьевой воды? Есть жалобы на качество воды, которая идет в домах. Но я говорю, тут разные причины бывают. И износ водопроводных сетей внутри дома, особенно это старый жилой фонд, когда необходимо менять внутренние сети. Бывают жалобы, когда просто произошла какая-то аварийная ситуация, и потребитель дошла вот последок этой аварийной ситуации. И, вероятно, всего увеличилось содержание железа и, как следствие, мутность. А мы в первую очередь реагируем на цвет воды, который поступает. Увидели мутную воду, значит, как сигнал, что вода что-то с ней не то, что-то не соответствует демническим требованиям. Такие жалобы есть, но я бы не сказала, что их увеличивается. Спасибо вам за беседу. Я напоминаю телезрителям, что в гостях у нас была заместитель руководителя управления Роспотребнадзора в Рязанской области Ирина Акимова. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова